С новостями культуры в студии телеканала 24KZ Светлана Фортуна. Здравствуйте! В ближайшие пять минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях. Музей первого президента Республики Казахстан представил общественности одну из самых интересных выставок, приуроченных ко дню первого президента. Экспозиция составлена из фонда музея и является частью научного проекта «Исторический выбор». Её основу составляют первые реформы, создавшие основу государственности независимой Республики Казахстан. Я думаю, что эта выставка в первую очередь очень важна для нашей молодёжи. Ведь большинство из них наивно полагают, что Казахстан в одночасье стал таким развитым государством. Что Астана всегда была такой прекрасной, цветущей столицей. И что мы всегда так хорошо жили. А каким трудом нам далось поднятие государственности, они понятия не имеют. Ведь к хорошему очень быстро привыкаешь. А эта выставка, она наглядно показывает наш тернистый путь к независимости и поэтапно описывает шаги развития. На выставке представлены уникальные документы. Здесь зафиксирован отказ от ядерного оружия, обретение государственных символов, переход к национальной валюте, появление идей Евразийского союза и другие судьбоносные для страны решения. Особое место в экспозиции занимают документы, повествующие о создании Конституции и Ассамблеи народа Казахстана. Каждый день тех лет, это были исторические дни, потому что в эти дни решались самые важные вопросы в будущности нашего государства, в будущности нашего народа. Было трудное время, когда надо было определиться, выбрать правильный путь. Среди экспонатов можно встретить черновики с пичей главы государства, которые легли в основу истории нашей страны. К тому же выставку украшают почетные знаки президента. Документы, представленные в музее, сопровождаются документальными фильмами. Посетить выставку гости и жители столицы смогут до 30 января следующего года. В Астане состоялся концерт, посвященный Естаю Беркинбаеву. Известный Акын, певец, один из первых членов композиторов Казахстана, продолжил и развил передовые традиции казахского народного музыкального искусства. Большим художественным совершенством, богатством интонационных красок отличаются его песни, которые в этот вечер прозвучали на сцене органного зала «Казнуи». Будучи 16-летним подростком, Естай Беркинбаев мастерски исполнял народные песни. Среда, в которой вырос композитор, была творческой. Быржан Саал, Ахан Сере и Балуан Шулак. Именно у них Акын обучился музыкальному искусству. Одно из самых культовых произведений композитора – это песня «Корлан». Ее мелодия использована в операх «Быржан Сара» и «Ер Тарген». В сегодняшнем нашем концерте прозвучат не только все известные песни композитора, но и ранее не исполнявшиеся. Я сам сегодня буду выступать с произведением Естая Беркинбаева «Наосконер». Песня очень сложная, ее нечасто можно услышать со сцены, но вместе с тем она очень чувственная и проникновенная. Стоит сказать, что ко всем заслугам и званиям Естая Беркинбаева можно прибавить то, что он был одним из первых членов Союза композиторов Казахстана. Я сегодня буду исполнять песню «Естая Куштасу». Ее он написал в 70-летнем возрасте. Эта песня немного грустная, это прощание с любовью. Есть еще одна замечательная песня, которую я сегодня спою – это «Майда Конер». Как говорил Шамшик Алдаяков, таких великих композиторов, как Естай, почти нет. Слова песен автора отражают его бесконечную любовь ко всему, что его окружает. Особенно популярны в народе песни «Жай Конер», «Уиранай», «Геркин». В памяти Естая Беркинбаев-Улы посвящена поэма Музафа Алимбаева «Естай Корлан». В концерте «Нас Конер» приняли участие заслуженные деятели Республики Казахстан Гульзира Букийхан, обладатель премии Союза молодежи Республики Казахстан Нурай Танабаев, а также солисты Государственной филармонии города Астаны – Даниэр Мукан, консулут Рлыбекова, Рахат Бегасылов и Айзада Казбекова. Окружайте свою жизнь только интересными событиями и замечательными людьми. Это были новости культуры. Также вы можете увидеть нас на сайте 24.kz. Не прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok